вот девушка задавала мне вопрос напомните какой вопрос там вот да да вы про сосуды я вам сказал про про что вам сказал все спасибо спасибо вот теперь мне напомнили точно давайте я с вами поговорю сейчас о нескольких вещах которые надо знать которые помогают в развитии разума в работе над собой эти три вещи которые я сейчас вам расскажу они напрямую связаны с нашим здоровьем и напрямую связаны также с нашей судьбой и с душой у души есть три энергии есть энергия счастья есть энергия знания есть стремление к вечности стремление к вечности стремление к счастью стремление к знанию душа всегда нуждается в этих вещах мы всегда хотим счастья мы хотим всегда знания и хотим всегда здоровья, или там жить всегда хотим, вечности мы всегда хотим. Если человек, каждый человек имеет в своей судьбе одну из трех задач, как главную, неважно, мы сейчас не привязываемся к полу, мы говорим о личности. Допустим, один человек, он стремится к знанию, у него такая цель, допустим, стремиться к знанию. В этом случае, если он в этом мире счастье хочет обрести, а не душевного счастья, не внутреннюю жизнь он культивирует, а внешнюю жизнь, тогда это стремление к знанию, оно порождает, оно соединяется с эгоизмом человека, и человек в результате становится амбициозным, гордым, обидчивым, гневливым, раздражительным, неспособным терпеть чужое мнение. Он становится перегреваться, начиная с точки зрения здоровья, у него появляется воспалительное заболевание в организме, у него появляется нетерпимость к солнцу, потому что это та же самая энергия знания, от солнца идет энергия огня, огненная энергия. Человек становится неусидчивым, ему тяжело терпеть обстановку какую-то, у него появляется повышенная чувствительность к факторам природы, развиваются аллергические заболевания. У него появляются какие-то воспалительные процессы кожных заболеваний в организме, которые не сухую природу имеют, а влажную, например, экземы и так далее. Болезни глаз связаны тоже с огнем, огненную природу. Глаза видят огонь же, что мы видим? Огня нет, мы ничего не видим, правильно? Свет – это что такое? Свет – это что такое? Это огонь. Если огня нет, значит, темно, мы ничего не видим, глаза не видим, они связаны с огнем, с огненной энергией. Огонь означает знание. Что такое знание, энергия знания? Это стремление поменять что-то в своей жизни. Поменять, понимаете? С помощью знания человек меняет свою жизнь. Вот, допустим, я не знаю, как мне выйти замуж. То есть не хватает определенной энергии огня в сознании. Огонь трансформирует все. Допустим, взять две молекулы. Для того, чтобы они соединились, нужен огонь. Нужно их подогреть. Так? Или химическая реакция должна возникнуть. Реакция означает, что огонь возникает в результате самого соединения. То есть он уже есть, этот огонь в них. Надо просто их соединить, и тогда происходит этот взрыв, который соединяет. Другими словами, огонь нужен для того, чтобы одно менять на другое. Есть такое, есть огонь любви, допустим. Я не могу соединиться с тобой в личной жизни, потому что у меня к тебе холод. Нету огня. Не склеиваемся мы с тобой. Не склеиваемся. Но огонь возникает из знания. То есть, чтобы склеиться, нужно друг друга понять. Знание возникает в результате служения. Человек служит другим, и он понимает. Но что такое амбиции? Амбиция означает, что я не хочу другим служить. Я заставляю других служить себе. У меня есть определенное знание. Я говорю, делать надо так-то, так-то. Делайте так, как я скажу. Мне не нужно ваши советы. Я буду пользоваться только своими. Означает эгоистический огонь, не смиренный. Другими словами, есть люди, у которых есть определенный комплекс. Это воспалительные процессы в организме. Спыльчивость, раздражительность, гневливость, гордость. У них также они обладают быстрым мышлением, такие люди. У них острое, цепкое восприятие мира, памяти. Они могут быстро решать все вопросы. У них большие способности с точки зрения перемен. Они все могут быстро менять в жизни. Но иногда они в ту сторону, иногда в ту. Это означает, что их судьба – это знание. То есть они двигаются в этом направлении, осознанно или неосознанно. Как такие люди могут победить свою судьбу? Они должны культивировать в себе смирение и желание слушать мнения других. И они должны наставника себе найти, который бы смог им дать знание, как жить правильно. И тогда гневливость контролируется, воспалительные процессы в организме контролируются. Тогда самоконтролю приходит также гордость человека. Он становится смиренным. И у него начинается другой виток развития. Более сильный, более возвышенный. Поняли комплекс вот этот вот весь? Это идет о стремлении души к знанию. Поняли, да? Теперь два типа движения. Один тип движения – когда у человека развиваются воспалительные процессы, гордость за себя, у него есть сильное желание перемен. Перемен! Требуют наши сердца! Понимаете? То есть, это означает, что он в страсти находится, этот человек. Ему не нравится правительство, руководство страны. Он бунтует. Перемен! Ну, то есть, он стремится к знанию. У него огненная природа. Он хочет перемен. Ему не нравится, как то, что делает. Он всегда имеет свое мнение. Ему нужно отставить свое, добиваться своего. Он не может принять чужое. Это означает стремление к знанию, основа жизни человека. И подчинение себя старшему является целью жизни. Победающей судьбу. А критика является силой, разрушающей судьбу в этом случае. Какой метод? Метод какой? Поклонение. Кланяться надо. Кланяться старшему. Учиться кланяться, хотя бы механически, внешне сначала. Потом постепенно внутреннее поклонение приходит. Потом постепенно приходит знание. Как это делать? Поднимите руку, кто себя нашел. Молодцы. Все, движемся вперед. Нормально. Это первый этап. Найти мужа. Всегда находится сначала муж. То есть сначала муж, потом себя находим. Всегда. Как одна женщина ко мне подошла, она прочитала Багвардиту. Там есть две главы. Божественные и демонические натуры. Она прочитала, говорит. Вот смотрите, Олег Геннадьевич. Божественная натура, это все как у меня. А вот демоническая натура, это точно мой муж. Это первая стадия самосовершенствования. Когда человек видит недостатки в других. То же самое будет у вас. Вот вы сейчас лекции послушаете, придете к своим близким людям, портите им жизнь. То есть чем вы займетесь? Вы скажете им, хоть я говорю об этом, хоть не говорю, не имеет значения. Вы все равно послушаете лекции, придете к своим близким людям. Или будете терпеть, не скажете, если вы знания имеете. Но все равно у вас будет движение в эту сторону. Вы послушаете лекции, и вы будете пытаться поменять не себя, а других людей. С целью дешевым образом получить счастье. Ведь очень просто быть счастливым. Если близкий человек меняется в лучшую сторону, я обалдею. А он как раз и предназначен, близкий человек, для того, чтобы мучить меня. Чтобы я менялся сам. Судьба через него меня мучает. Иначе как мучить-то человек в судьбе? Творосторонние люди мне все равно, что он там про меня говорит. Они меня не мучают никак. Меня мучают только близкие. Означает, если я меняю близких людей, судьба на меня никак уже не влияет. Хорошая методика. Но у судьбы есть тоже хорошая методика своя. Она просто затыкает им уши. Если мы начинаем пытаться искусственным образом менять свою жизнь, изменяя своих близких, мучая их, нравоучения им читая, тогда судьба затыкает им уши. Говорит, отстань меня со своими лекциями своего Торсунова. Уже достала. Плассика же, да? Жанра. А? Ну, добавьте. Пришел? Ничего, движение пошло. 50 раз скажете. Мужчины, ну, медленно, медленно все происходит. Нужно время. А если мужчина заболевает, то как он спорит? Интересный вопрос. Если мужчина заболевает, то есть женщина пришла на лекцию, сидела на лекцию, мужчина такой лежит, у нее температура. А если он сам на лекции? Это может быть инфекция просто простуда. Здесь, понимаете, сидит много людей, идет обмен, как бы, я вам поэтому советую, если вы ходите на лекции, так как много людей, и инфицированность очень высокая, потому что идет контакт воздушно-капельный, поэтому поставьте у себя дома, всегда, когда на лекции я приезжаю, поставьте у себя дома ветки сосны, прямо возле кровати, нарубите свежие ветки, поставьте прямо сейчас. Возле кровати у вас не будет никакой инфекции, так можно лечиться легко от любого вирусного заболевания, воздушно-капельным путем, который передается. Просто возле кровати ветки сосны свежие, до свидания болезнь. Самый легкий и эффективный метод. Более сильное воздействие, когда ты на правую, левую или левую, правую руку, правую ногу, на запястье вот сюда вот навязываешь веточки сосны с иголками, или левую руку, левую ногу. Прямо обматываешь куском ткани, платочком, и вот так сухую ветку, ну свежую ветку, прям в сухом платке, левая рука, правая рука, правая нога, 12 часов действия одной ветки, точнее 14, ну как раз день, но носите одну ветку, день другую. Если температура у вас, то и на ночь оставляйте. На ночь лучше всегда ставить левая рука, левая нога. А днем можно на правую сторону ставить. Если у человека снижено давление, не хватает энергии, снижено пищеварение, тогда правая рука, правая нога. Если у него гипертония, жарко всегда ему, энергии слишком много, тогда левая рука, левая нога. Лучше сначала ставить левую сторону. Чувствуете вам плохо, недомогание через полчаса? Переставьте на правую. Через час-два вы уже почувствуете облегчение, нося ветки сосны на руках. Это самый простой и эффективный метод лечения вирусных заболеваний. И детям точно так же можно делать. Если с ветки сосны не помогают за день, значит этот штамм вируса они не берут в полной степени. Есть три варианта. Имбирь свежий, вот дольки имбиря свежего, белый перец и ветки сосны. Три варианта. Сухое воздействие – это вибрационное воздействие, звук. Самое сильное воздействие – это звук. Вибрация означает звук. Вибрируют также и ветки сосны. Это наружное воздействие. Видите, у меня камни стоят сухие на пальцах. Они вибрируют и помогают мне быть бодреньким и здоровым. Можно все вместе поставить на всякий случай, чтобы помогло. Такое нормально, нормально. Просто одно из трех действует лучше всегда. Это разные как бы вирусные. Вирусы разные. Могут по-разному влиять. Но в целом все вирусы лечатся. Сейчас вирусные заболевания – это страшный бич. Многие люди даже не знают, что у них есть вирус. Если у вас слабость постоянная, немножко слезятся глаза и чуть-чуть насморк такой легкий, это значит, что у вас хроническая вирусная инфекция. 100%. И 80% это вылечат просто ветки сосны, которые стоят в изголовье возле вашей кровати. Просто ложитесь спать, сзади в изголовье ветки сосны. Раз в две недели можно поменять ветки на свежие. Итак, мы с вами разобрали знания, энергию знания. Как нужно что делать, чтобы развиваться, какой настрой во время молитвы. Следующая энергия называется энергия любви или счастья. Когда человек стремится к счастью в своей жизни, то следующие признаки неправильного этого стремления. Когда эгоизм соединяется у человека с желанием быть счастливым, тогда появляется жадность. Ну, то есть, стремление к счастью может быть двух вариантов. Или я отдаю счастье всем, или я его пытаюсь себе получить. Если я пытаюсь себе получить счастье, то это означает неправильное стремление к счастью, которое приводит к страданиям человека. Какие виды страданий? Первое, лень, желание расслабляться, ничего не делать, балдеж, желание балдеть, раз, переедание и полнота, два, заставление квартиры вещами, три. В конце концов, перегрузка внутренней депрессии, счастья нет в моей жизни, не хватает счастья, депрессии, четыре. Человек, который стремится к счастью, он имеет такие природные недостатки характера, как лень, депрессия, сниженное настроение. Сниженное настроение, тяжело себя заставить что-либо делать, или наоборот, человек очень сильно погружается в какую-то деятельность, которая никому не нужна. Ну, допустим, что-то делает, делает, никому это сто лет не надо, но он навязывается, как Демьянова уха, допустим, он кормит кого-то, уже все наелись, продолжает кормить. Ну, я такой пример привел, не обязательно так. Ну, то есть, ну, просто увлечен человек чем-то, допустим, он может рисовать картины, которые не продаются. Почему? Потому что они никому не нужны. Никто не привлекает с такими картинами, потому что все привлекаются к картинами, которые человек рисует для кого-то, а не для себя. С любовью, то есть. Допустим, приведу пример. У меня, когда ребята учатся подбирать камни, они сидят, пыхтят, пытаются почувствовать, как действует на человека. Я ему объясняю, как это почувствовать. Когда человек прибежал первый раз и говорит мне, Олег Геннадьевич, я почувствовал, как действует камень. Я знаю точно, что он почувствовал, как действует камень не на человека, а на него самого. То есть он подобрал этот камень себе, по факту. И когда вы, допустим, вылечили себя от чего-то, то вы всегда всем советуете, вот это средство действует супер. Вы уверены, что оно всем также поможет. Это начинающий доктор. Начинающий доктор тот, кто не понимает, что любовь означает почувствовать природу другого человека, не своего, не свою природу. Начинающие доктора всегда советуют то, что им подходит самим. Как я один доктор читал лекцию о вреде огурцов. Я увидел, что ему не подходят огурцы просто. Я не стал дальше слушать лекцию, потому что он начинающий доктор. Вот так, отвлеченность немножко, отвлечение. Итак, онкология. Доброкачественные, злокачественные опухоли, лишний вес, лень, поздние поднятия с постели, вредные привычки, сильная увлеченность чем-то, курение, алкоголизм, мужчин в основном. Это стремление к счастью. Стремление к счастью означает безделье, трудно найти свою работу. Или чрезмерная увлеченность тем, что никому не нужно. Непонятное какое-то хобби. Компьютерные игры. Увлеченность просмотра фильмов, которые никому не нужны тоже. И так далее. Все это означает неправильное использование энергии счастья. Попытка себя осчастливить тем, что происходит вокруг. И эта попытка приводит к полному депресснику. Потому что человек, когда живет в таком сознании, его все радует меньше и меньше то, что его раньше радовало. Как я всегда вспоминаю детскую песенку. Я с детства полюбил халву с орехами и смаком. И воздавая ей хвалу, вкушал ее со смака. Но увы, 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 я утратил вкус халвы. Классика жанра. Ну то есть стремление к счастью означает, что человек жаден до счастья. Несчастная любовь. Человек жаден до счастья, почувствовал красоту другого человека. Зануда. Что такое зануда? Означает, что человек хочет наслаждаться другим человеком. Пристает к нему. Олег Геннадьевич, можно еще один вопрос? Это нормально, это хорошо вопросы задавать. Итак, человек хочет счастья. Он хочет наслаждаться жизнью. Денежек побольше. Торговля, стремление к счастью означает также зарабатывать деньги. И глазом не моргнуть, обманув там кого-нибудь побольше денежек забрысти. Потому что цель-то выполняется, осуществляется. Но по факту все происходит наоборот. Поэтому черепаха тортила и спросила этого Дуримара. Она говорит, ты чего хочешь-то от меня? Денег или счастье? Когда он ключик спросил у нее, золотой ключик. Дуримар говорит, конечно, денег. Тут не может быть никакого выбора из этих двух вопросов. Поэтому вы говорите, скажи мне, сколько этот ключик весит золото? Сколько в нем веса? Потому что ключик-то был предназначен для того, чтобы открыть дверь в сторону счастья, да? А он хотел его просто расплавить на золото, понимаете? То есть идея, эта мудрость означает, что люди очень дешево воспринимают счастье как таковое. Они не знают, что счастье, оно всегда бежит от того, кто бежит за ним. Счастье поймать невозможно, потому что, когда человек хочет быть счастливым, счастье убегает от него. Когда он, наоборот, отдарит всем счастье, тогда счастье что делает? Помните, Золушка одела своих сестер на бал? Она их нарядила и пришла туда сама просто посмотреть на них. А чтобы попасть туда во дворец и посмотреть, как они выйдут замуж, ей надо было одеть соответствующие одежды. Она не могла туда прийти просто как в этих одеждах чернорабочей. Понимаете, она одела вот этот костюм, и получилось, что именно она и стала объектом любви. Почему? Потому что она находилась в правильном сознании, она служила. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц, а мне приехал на серебряном коне. Неожиданно как-то, да? Ну то есть она жила правильно, счастье бежало за ней и догнало ее. Но если человек бежит за счастьем, то тогда не догоняет. Это хороший вопрос, спасибо вам за этот вопрос. То есть видите, есть природа человека. Стремление к счастью – это природа человека. Такие люди по природе становятся бизнесменами. Надо ли им отвергать свою природу, если он стремится к счастью? Надо ли ему заниматься чем-то другим и отвергать бизнес? Нет, не надо. Просто цель этого человека – это научиться понимать, что если он больше счастья приносит сотрудникам, дарит доход на развитие, на строительство храма, допустим, и зачем он зарабатывает, чтобы больше потом какую-то часть дохода еще на строительство храма, на развитие детей, допустим, которые нуждаются в заботе, слабоумных или сирот и так далее. Когда человек живет не тем, чтобы деньги, 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 а эти деньги переломляют себе это желание и направляют его энергию счастья, направляют другим людям, через себя пропуская. Тогда он действует правильно по своей природе, тогда лишний вес, онкология, лень, нарушение сна, и вся вот эта ерунда, она проходит в жизни. Ну, конечно, кульминацией является то, что все ждут, и об этом и поется, но это всего лишь один день, понимаете, один день. И ради этого вот эти люди, которые стремятся к счастью, они живут всю жизнь. И это и есть неправильная концепция понимания вещей. Человек должен каждый день быть счастливым и не замечать этого. Как только он заметит, он перестанет быть счастливым. Он должен делать и делать добрые дела другим и жить на волне счастья, делая добрые дела, живя для других людей, не помышляя наслаждаться этим. Служа, только служа. И счастье будет догонять, она мучить будет человека. И это объясняет, что когда человек живет, забыл про себя, счастье его мучает, оно его догоняет и заставляет его расслабиться. Человек стряхивается, опять идет служить другим. У него другие проблемы. Как это анекдот про нового русского. Встретил своего друга, тот худой такой. И он говорит, ты что такой худой? Он говорит, я не доедаю. Новый русский говорит, надо себя заставлять, брат. Ну что же такое? Они по-разному воспринимают мир. Ну вот объект вот этой вот категории людей, которые стремятся к счастью, к любви. Для них песенка. Называется «Счастливый день». То есть это один день. Это маленькое количество времени в жизни, когда счастье догнало, порвало нас. И человек как бы думает, что вот все, значит, что у него жизнь удалась. Но оно потом убегает, счастье-то убегает. У меня сегодня день такой счастливый, что ни петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. К тебе навстречу я пойду, сто дорог в одну сведу. Сто ветров затихнут, и рассвет испыхнут будет, вся земля в цвету. Я не верю, что бывает, в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Лай-лай-лай. Ну вот это счастливый день. Как в сказке тоже Иванушка там достигал Аленушку, Кощея смертного замочили, бабку Ёжку там проучили. И потом они наконец встретили друг друга, а дальше что? А дальше они стали жить, поживать, добра наживать. Вот и сказке конец, то слушал молодец. История умалчивает, чтобы было дальше. Об этом никто не говорит, и все сказки так устроены. Никто не говорит о жизни. Все говорят о том, как достигать счастья. А жизнь, она вот как раз означает, что счастье потом тает. Иванушка с Аленушкой потом несчастные уже ругаются, бегают друг за другом, выясняют отношения. Смешно, вот правда такая, ничего не сделаешь. Надо понять, что такое жизнь. Надо переломать свое вот это стремление. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Ну то есть не о себе думать, а о других. А это, понимаете, вот некоторые люди говорят, ты другим желай счастья, а не себе. Он говорит, так я всю жизнь другим желаю счастья. А они, вот в них проблема, это они не желают мне счастья. А я-то им всю жизнь счастья желаю. Желает он счастья, нет? Нет. Потому что когда человек счастья другим желает искренне, то он начинает видеть душу в другом человеке, начинает чувствовать его чистоту, любить человека этого. А он по-другому настроен. Деньги заплачены, где услуги. То есть он типа делает хорошее что-то, чтобы получить счастье назад. То есть это самообман по факту. Как некоторые мои слушатели говорят, Олег Геннадьевич, я его не бросала, то он меня бросил. Я по закону кармы вашу лекцию уже знаю, что если сама бросишь, тогда проблемы... Но она ему помогла бросить самому. Думает, что Бог там ничего не заметил в сердце. Как есть такая буддийская притча, там же как бы буддизм означает вегетарианство, но некоторые едят мясо. И есть такая притча, что как бы когда покарми, а когда не покарми. И вот, допустим, идут яки, там живут эти монахи в горах, они яков пасут в горах. Это такие маленькие коровки, такие с шерстью. Вот и они дают молоко тоже. Вот, они пасут этих яков, а мясо хочется, а нельзя, и убивать нельзя яков. И они пасут, пасут, и прижимают их к обрыву. А там внизу уже монахи стоят, там у них плита разделательная, там уже как бы... Вот, приживают, приживают. И какой-то як, ну, глупый какой-то як, он почему-то, непонятно зачем, срывается с обрыва. Но не повезло. Понимаете, какой-то странный як взял, сорвался. Чего он сорвался там с обрыва? Вот, ну, не повезло ему, сорвался. Ну, сам себя убил. Насилия никакого не было же, правильно? То есть его никто не заставлял срываться с обрыва. Вот. И потом его разделывают, это считается уже, что мясо без насилия супер, отлично, можно есть. Хорошая история. Означает, что часто люди хитрят со своей судьбой. Они пытаются обмануть Бога, который в сердце находится. И пытаются перевалить вину на другого человека, на близкого. Осознанно, неосознанно, с помощью знания можно переваливать вину. Но все равно Господь-то все видит же в сердце. И причина, почему мы это так делаем, переваливаем вину, мы не хотим сердце очищать, трудиться в сердце, не хотим своим сердцем. И как вот люди, которые стремятся к счастью, имея вот эти все склонности, деньгам, очень сильный вкус, желание расслабиться, наслаждаться жизнью, болтеть, ходить, в хорошем настроении. Да все по барабану, пошли все нафиг, у меня хорошее настроение. Но чего я буду сильно там обращать внимание на их проблемы, и когда мое настроение от этого пострадает? Понимаете? То есть вот это стремление к счастью означает безразличие к другим, то есть желание счастья для себя, нежелание для других, отсюда лишний вес, онкология, нарушение обмена веществ из этой же оперы, обжорства. Даже человек обжираться-то не может, потому что у него организм настроен на всасывание. Он чуть-чуть съел и сразу поправился. Почему? Потому что у него весь организм хочет счастья себе. Чуть-чуть съел, уже толстый. Почему? Потому что вот так психика настроена на стремление к счастью. Это не переделать, это с рождения, вот дается все на один раз, человек не может что-то поменять, он должен только начать дарить подарки, желать счастья другим, заботиться о других. И в молитве он должен думать о счастье своего наставника. Он должен думать не о своем счастье, не о своей судьбе, а жить счастьем старшего, жить счастьем Святой Матроны, жить счастьем Сергия Радонежского. Какое у него счастье? У него счастье, чтобы все получили духовное знание. И ты тогда думаешь о том, как вот сделать так, чтобы все получили духовное знание, потому что Сергий Радонежский, мой наставник, святой, которого я люблю, он будет счастлив в результате. И чувствуешь обратную связь, вот он счастлив или нет, от того, что я делаю в жизни. Тогда счастье, человек отдает счастье, другим желает счастья, и счастье входит в него, потому что духовная арифметика, она отличается от материальной. Если мы один рубль отдаем, мы лишаемся рубля, да? А в духовной арифметике я отдаю улыбку, и что назад получаю? Улыбку, да? А если 500 человек сидит, я назад получаю 500 улыбок уже. От одной улыбки. Вы представляете, классно, духовная арифметика лучше, выгоднее, да? Но надо улыбку такую дать, чтобы назад было 500 пришло. Это уже улыбка особая такая, должна быть бескорыстная. Итак, вторая категория людей, они должны в молитве погружаться, вот это настроение дарить счастье, дарить счастье. И таким образом они, естественно, живут в атмосфере счастья, но себе они не желают. К ним приходит счастье само собой по судьбе, в результате заслуг. Теперь сразу возникает вопрос, скажите, Олег Геннадьевич, честно, когда придет счастье, когда приходит заслуга? Мне задали вопрос, очень правильный. Честный ответ, немедленно. И неожиданно, и немедленно. Почему? Потому что Бог вообще не хочет ждать ни секунды, чтобы нас сделать счастливыми. Просто мы не готовы. Вот представьте, человеку сейчас дать девушке мужа, она не готова. Она ждала его, думает, что вот сейчас муж появится, она его ждала. И что, она из него все соки высосет. Я тебя ждала пять лет. И все, и начнет. Ты что так себя ведешь? Люби меня, нежно относись ко мне, ухаживай за мной. Я тебя пять лет ждала. Давай, я заскучилась. И все, он убежит от него, сбежит сразу. Почему так? Почему так? Почему так? Не готова была, да. То есть надо подготовиться, означает научиться отдавать. Отдавать научиться. Не брать, а отдавать.